Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо, что пришли к нам Прошу вас, присаживайтесь И, как говорится, чувствуйте себя как дома Очень приятно Ну вот, друзья, я хочу сказать нашим зрителям Которые постоянно смотрят Нашу программу, что мы продолжаем Наши встречи с теми Кто вот сравнительно недавно В последние десятилетия Вышли как бы наверх И вот мы встречаемся с такими людьми Да? И вот вы как раз Тот самый человек И давайте начнем с нашего традиционного вопроса Мы всегда спрашиваем вначале Какой год вы выбрали? И я знаю, что выбрали год 2004 Событие такое, которое Ярко для меня Которое помогло И вообще дало возможность Мне работать и остаться в Москве Это победа в проекте Народный артист 2 В конкурсе Вот, конечно, для меня Имеется в виду 2, что он был второй проект Второй проект, да А сколько всего было? По-моему, 3 3, да? Да, 3 Вот, и, конечно, это очень значимый год в моей жизни Потому что все-таки Как бы, вот, на самом деле Так профессионально сказать О том, что Можно сказать, началась моя творческая карьера Началась Именно в этом году Она до сих пор продолжается Ну, здорово А расскажите, значит Ну, вот немножко Поскольку не все зрители знают Вашу биографию Вы ведь не москвич, правда? Вы начинали совсем в другом месте Правда? Да, я не москвич Я не россиянин даже Я родился в республике Беларусь Беларусь А вы до сих пор белорусский гражданин? Конечно Да, у меня паспорт белорусский А, да, Селёжный? Конечно И нет российского? Нет российского? Можно получить сразу 2, по-моему, нет? Да, гражданство как раз-таки Для граждан Беларуси и россиян Нет двойного гражданства Нет, да? Нет Ну, смотрите Вот вы выросли в Беларуси Да, это совершенно нормально Это, в общем, конечно, бывшая часть Советского Союза И я сам вырос совсем в другом городе, не в Москве Но для нас всех Москва всегда была неким таким притягивающим Магнитом Правда? Правда? И, в общем, человек, который растёт не в Москве Он всё время смотрит, что там делается в Москве И думает, а что в Москве? Да, было у вас такое? Конечно, было Я не отрицаю И, при том, началась у меня, кстати, любовь к этому городу Именно тяга К тому, что здесь я чувствовал, что можно развиваться как артист То есть полноценно реализовываться как артист Именно с 2001 года Потому что в 2001 году я приехал на конкурс «Виват Победа» Военный конкурс Победил, получил гран-при И после чего, когда я уезжал Это было в Москве? Это было в Москве, да Когда я уезжал из Москвы на поезде Я сказал, что я вернусь в этот город Я хочу, что я вернусь в этот город И это правильно Но, тем не менее, я уверен, что у вас с Родиной прекрасные отношения Вы там часто бываете Расскажите, вы ведь часто, по-моему, выступаете на «Славянском базаре» Это ваш такой любимый конкурс, да? Вы знаете, я выступаю как раз-таки на «Славянском базаре» с 2005 года Как гость Потому что, когда я жил в Беларуси Я пытался попасть на конкурс «Славянский базар» как участник Но так складывалось, что не получалось И вот благодаря... А теперь вы уже там почетный... Да, благодаря тому, что в 2004 году я выиграл «Народный артист» проект После этого стали приглашать как гостя И вот уже на протяжении семи лет Каждый год Каждый год, да, приезжая Ну, правильно, конечно Я уверен, что в Беларуси должна вами гордиться Потому что, ну, конечно, мы знаем артистов из Беларуси И те же там Писнеры Писнеры И те же Сибры И там, я не знаю... Юрий Антонов Ну, Антонов, кстати Ну, он такой И вы как раз гордость республики, что вы такой знаменитый И к тому же еще из Беларуси Ну, конечно, мне приятно это слышать Но я, честно, не считаю себя... Вот я представитель там гордой страны Это уже как бы народу решать Честно вам скажу Ну, я, конечно, люблю Беларусь И люблю свою родину И приезжаю довольно-таки, на самом деле, редко В основном это связано с выступлениями И... Либо к родителям Вот по возможности Ну, я считаю, что всегда очень приятно Вернуться на родину Что называется на белом коне, да? Ну, конечно Вот так сказать, да? Веку человека, который завоевал где-то там Соглашусь, да И все смотрят, так сказать, с восхищением Ну, хорошо А все-таки расскажите немножко о вашей профессиональной, так сказать... Ну, где вы учились, например Кто вас учил? Угу И второй вопрос, связанный с этим Кто вас впервые, так сказать, отметил? Ну, конечно, я... Что касается музыки Да То музыкальное образование у меня Музыкальная школа Только музыкальная школа Не так и школа Вот Ну, конечно Всегда вы чешаетесь тем, что Пол Маккардин вообще ничего не говорит Другая история Да, другая история Я работал в ресторане тоже Четыре года Пел Хорошая школа Вот образование у меня Организация перевозок, специальность И управление движением на автотранспорте Совершенно другая история То есть, помимо того всего, что музыка И специальность По специальности я ни дня не проработал Несмотря на то, что я служил в армии четыре года У меня была срочная служба полтора года В войсках ПВО И два с половиной года контракта В ансамбле песни и танцы В вооруженных сил Что касается вокала, там, пения То я учился за границей В Италии и Греции Вот А первый раз впервые, как бы вот Как можно сказать, так человек заметил Как вы говорите, там, отметил Да Это был заслуженный артист Республики Беларусь Леонид Никольский Ага Вот он, как бы сказал Первый человек, который сказал Тебе нужно ехать в Москву Потому что в Беларуси, как бы, чуть-чуть другие возможности И, в общем, ну, при всем при том Я неплохо и работал в Беларуси И, кстати, выступал и тоже на сцене И покупал песни И у меня был свой репертуар Ну, конечно, в какой-то момент Пришло понимание того, что По возможности нужно максимально стараться Уехать в Россию, в Москву Потому что здесь Конечно, здесь Другой уровень Да, здесь другой уровень, другой подход ко всему А в России все-таки Есть у вас какой-то такой, ну, покровительный Скажем так Самым первым человеком, который меня заметил на проекте «Народный артист» Это был... Он был моим продюсером четыре года музыкальным Ким Брэдбург Он написал первую песню «Необыкновенная» Которую уже после сделали трио Этот человек мне на протяжении вот Всех этих лет помогал и писал песни Написал два альбома мне И, конечно... То есть два альбома целиком его песни записали? Да, да, да Здорово И Ким очень профессиональный человек Да, и чему я безумно рад, на самом деле И благодарен, потому что Вам могу сказать честно Какие бы ты таланты ни обладал там И так далее Все-таки Один в поле не воин Все-таки Продюсер очень многое решает И благодаря продюсеру Как бы ты становишься артистом Потому что Приезжая из провинции с амбициями То есть Здесь никому ничего доказывать не нужно Вот так вот Ну да И, конечно, безусловно Для артиста важно Эта песня Репертуар и песня Так называемый хит То есть То Та песня, которая будет звучать Как вы говорите В ротации И будет Всенародно любимой Песней Как например Та же песня Необыкновенная Она особо не Не была в ротации сумасшедшей Но Необыкновенная Это тоже Это кема песни Ласковая Вот То есть это как бы ваш такой фирменный знак Ну да, это самая первая песня Которая написана после проекта Народный артист И вот Так ее первый альбом называется Понимаете Каждый день Происходит От Слушай мне песни Поиск хорошей песни А хорошей песни не так много Не так много Всегда Вы знаете, мне очень нравится Что вы правильно говорите Вот очень многие певцы этого не понимают Что в конце концов певца делают песни 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 Если она попадает вовремя Так сказать Так говорится Being there То есть оказаться в нужном Время на нужном месте В какой-нибудь там Новогодней программе Или еще какой-нибудь программе И ты попал И с этого момента Все понесло Потому что именно с этой песни Ты ничего Да У вас еще есть песня Аста лависта Да Аста лависта Это песня Которую я исполнял На Евровидении В 2008 году Тоже неплохая песня Записана тоже в Европе И сделана там Но Понимаете в чем дело Она неплохая песня Два варианта песни Один вариант На русском языке В другой аранжировке Совершенно В другой аранжировке Для России А второй вариант Тот который я исполнял На Евровидении Это Европейский вариант Там такой более Поп-рок Поп-рок такой Знаете И все таки я считаю что Например Ехать на конкурс В Евровидении И вести песню туда На английском языке И сделанную здесь Это не совсем правильно Руслан Давайте спойте нам что-нибудь Прямо здесь в студии Мы уже посмотрели ваши клипы Но Покажите нам что-нибудь Прямо здесь в студии Что это будет Знаете я хочу исполнить песню Вот эта песня На протяжении Моей творческой такой Нет Не творческой Хотел сказать карьеры А в каких-то Ситуациях В конкурсе Она мне всегда помогала И благодаря этой песне Вот я попал В народный артист Я там еще какой-то конкурс Выиграл Песня Николая Носкова Романс Очень красивая песня И я очень люблю эту песню Я бы с радостью Быть для зрителя И для вас Александр А только один вопрос А Носкова вам разрешают ее петь? Как с этим обстоит Песня Не Носкова А песня Анатолия Анатолия Автора Нашего общего друга И конечно же безусловно С его так сказать легкой руки И с его слов Я имею право исполнить эту песню Позволите? Конечно Давайте Однопрасные мелькают Все с той же болью Дни мои Дни мои Как будто розы Опадают И умирают соловьи Но и она Печальна тоже Мне приказавшая любовь И под ее атласной кожей И под ее атласной кожей Бежит отравленная кровь Бежит отравленная кровь И если я живу на свете То только лишь из-за мечты Мы оба как слепые дети Пойдем на горные хребты Туда, где есть лишь только грезы В край самых белых облаков Искать увянувшие розы И слушать мертвых соловьев И слушать мертвых соловьев Однопрасные мелькают Все с той же болью Дни мои Однопрасные мелькают Все с той же болью Как будто розы Опадают И умирают соловьи Но и она Печальна тоже Неприказавшая любовь И под ее атласной кожей И под ее атласной кожей Бежит отравленная кровь Бежит отравленная кровь Бежит отравленная Бежит отравленная Некий комплекс Знаете, для меня Выбор песни Это не просто Песня, чтобы понравилась Музыка, либо стихи Это то, что Вот понимаете как Я знаю по себе Если с первого раза Нравится Нравится и текст И музыка То есть вот это все сочетание Тогда ты понимаешь Да Если начинается вот это вот Так называемое А может быть да А может быть и нет Я считаю, что все-таки Музыка Сразу должно задеть какую-то струну Да Нельзя что-то выделить одно Мне кажется И музыка имеет важную роль И текст имеет не менее важную роль И в этом сочетании Вот это и есть песня А таких песен, к сожалению, мало Понятно Ну а вот интересно Вы сами ведь не пишете Или пишете Вы знаете, я что-то пишу Вот я недавно написал тоже романс Да Да, недавно написал романс А это был такой период с 16 лет Вот с 16 лет я написал 4 песни После расставания с девушкой Да Ну они, знаете, такие Ну юношеские Очень, да Очень такие юношеские То есть очень просто там Текст ты меня любила Я тебя разлюбил До свидания А сейчас уже более так Ну я считаю, знаете как Я считаю Что каждый Должен заниматься своим делом Вот если Есть люди профессиональные Композиторы Вот пусть они и пишут песни Мне очень нравится Что вы это говорите Потому что у нас очень многие певцы Как говорят Перешли на самообслуживание Стали сами певцы У кого-то получается Я же не спорю У кого-то нормально А у кого-то не очень получается А все равно говорят Буду петь свое Вы знаете, у кого-то получается И слава Богу И все-таки нужно слушать Профессиональных людей Конечно Потому что я Знаете как Многие ведь Могут ошибаться И могут ошибаться Мне нравится другая музыка Но я понимаю Что я Она не нужна Эта музыка для того Чтобы коммерческая Ну вот такая к сожалению Ситуация Я понимаю Это непростая Но надо выбирать Все-таки Я рад что вы правильно говорите Что правильно выбранная песня Для певца Это все Это самое главное Мы с этого все начали Очень ладно Ну ваши Если можно такой задать вопрос Кто ваши кумиры Вот были ли у вас кумиры В детстве И потом По жизни Когда вот вы шли Какие-то появлялись Новые кумиры И наши отечественные Может быть и зарубежные Кто ваши кумиры Очень просто Значит Если брать например Зарубежную эстраду Элтон Джон Хорошо Элтон Джон Джош Майкл Вот это такие вот исполнители Которые просто Какие-то например Песни Тоже исполняю Ну опять же так чисто Для себя Если брать нашу эстраду То это Юрий Антонов Это Николай Носков Вот Это Александр Серов Вот Это в общем да Понятное направление такое Ну да Знаете как бы Настоящая музыка Это та музыка Не просто Как бы временная Да вот есть временная музыка То есть вот сегодня нужна Такая музыка А завтра другая музыка Потому что меняется время Меняется тенденция музыкальная И так далее Но все таки композиторы Того времени Того времени Музыку писали другую Понимаете Эту музыку сейчас поют Двадцать первом веке И будут петь дальше А песни возьмите военных лет Это же какая Какая там музыка Какая А вы поете кстати Вот у вас Могу сказать У вас есть репертуаль Советская Советская Я пишу альбом военных песен А да Пишу альбом военных песен Известных песен Темная ночь Ну конечно в новых аранжировках Ну опять же в новых аранжировках Не в смысле в новых А в таких более современных Чуть другое дыхание Но в колорит все это остается И именно вот Ведь это Такой как бы Знаете Я считаю Это имеет место быть В моем понимании Этой музыки Я считаю что Мне это необходимо Иметь такой альбом Вот просто Ну это правильно Это очень правильно Это очень у вас Как бы сразу Другой уровень получил Хотите спеть Темную ночь Я вам советую Собирайте Пожалуйста конечно с удовольствием Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в проводах Тускло звезды мерцают В темную ночь В темную ночь Ты любимая Не знаю Не спишь И у детской кроватки Тайков Ты слезы утираешь Как я люблю Глубину твоих ласковых глаз Как я хочу К ним прижаться сейчас Губами Темная ночь Разделяет Любимая нас И тревожная Черная степь Пролегла между нами И тревожная Черная степь И тревожная Черная степь И тревожная И тревожная Пролегла Вы знаете В чем Есть Принципиальные отличия Российской эстрады Общее слово Эстрады И западной Есть ли отличия В приеме В публике В самом звукоизвлечении Расскажите об этом Прием Ладно Прием Везде одинаков Добродушен Здесь может быть Теплее Хотя Можно Всякое бывает Поспорить Но Понимаете Вот как раз таки Там Каждый занимается Своим делом Народ приходит Совершенно другим Менталитетом И культурой На концерт И уважает работу артиста И опять же Артист также уважает зрителя Исполняет песни Не под фонограмму Да А песни живьем Потому что песни Которые я исполнял Я пил с оркестром С оркестром Да Там они придумали этот бизнес Там придумали этот бизнес Начиная от звука Технологии И заканчивая всем остальным Почему такие артисты там дорогие Да потому что они работают так Да У нас не один артист Ну может не беру там У нас так Понимаете Пол ноги это не работа Понимаете У нас еще другая история Тут диктуют Ситуацию Как бы не только Не нужно сейчас валить все на шоу-бизнес Некоторые люди Которые управляют шоу-бизнесом Вот так Сложились стереотипы Что нужно делать так Как проще Тем лучше У нас почему-то Извините Все считаются так Ну там какой-то сборный концерт Да Ну что мы будем каждому из вас Выставлять баланс Да когда у нас Давайте все шаражите Под плюс А вы знаете Дай бог чтобы это пришло время Когда будет сборный концерт И исполняться живьем Конечно Дай бог чтобы это было Я был на концерте там в Америке например Где участвовал Sting Где участвовал там Брюс Спринг Каждому выставляли баланс И публика терпеливо ждала А почему вышли люди Ну там минут 10-15 они настраиваются Да Ну это по-настоящему Это так как и должно быть Я считаю Это понимаете Это не игра в какие-то там Кошки и мышки Это настоящая полноценная работа И работа артиста это Понимание совершенно другое Это не Я очень рад что вы это говорите Вы тот представитель так сказать Молодого поколения российской эстрады Который правильно мыслит Я думаю что вы вот если будете так развиваться То все будет хорошо Спасибо Вы станете реальным большим так сказать Большой звездой Ну что я от всей души вас поздравляю И так сказать Желаю вам удачи И когда у вас будет следующий этап Приходите к нам опять Спасибо Александр Мне было приятно с вами пообщаться Быть у вас в гостях Всем телезрителям Желаю хорошего настроения Прекрасно Спасибо